В чем Северный Казахстан преуспел, а где не доработал? Итоги первого квартала подвели на заседание в областном Акимате и обсудили программу мероприятий на майские праздники. Новые возможности в развитии сельского хозяйства и высшего образования. Североказахстанский государственный университет имени монашек Узебаева обрел партнеров из Поднебесной. Какие плоды принесет сотрудничество с Китаем? В Петропавловске приступили к протравке комаров и клещей. В текущем году на это выделили на треть меньше средств, чем в 2017-м. Помогут ли меры? А теперь обо всем по порядку. Брусчатка на главной улице города не прослужила и года. Рассыпалась. Кто ответит за некачественную работу? Вопросы благоустройства обсудили на заседании областного Акимата. Также на встрече подвели итоги социально-экономического развития области за первый квартал. Репортаж Ксении Куценко. Социально-экономические показатели региона в плюсе. По итогам первого квартала мы лидируем в стране по росту объемов строительства. Шестые по сельскохозяйственной промышленности, седьмые по торговле и вводу жилья. За январь-марк 2018 года объем строительных работ увеличен в два раза. Ввод жилья на 15,6%. Объем инвестиций в основной капитал на 10,6%. Промышленное производство на 5,9%. Сельское хозяйство на 4,1%. Розничная торговля на 3,4%. В минусе машиностроения. Специалисты объясняют снижение показателя из-за проводимого технического перевооружения заводов, а также горнодобывающая промышленность. Здесь идет модернизация. Неплохо сработали в сельском хозяйстве. Продукции выпущено на 22,5 миллиарда тенге. Но в ряде районов стали меньше производить мясо, молока и яиц. Для нас очень важно, чтобы поголовье сохранить, создавать условия для разведения личного подсобного хозяйства, разговаривать с руководителями сельхозпредприятий о разведении, о занятии животноводством, заготавливать корма в необходимом количестве. Все это делается руками исполнительной власти. Инвестиции в этом году в регион поступило 26,5 миллиардов тенге. Увеличиваются объемы экспорта. За рубеж североказахстанцы продали продукции почти на 23 миллиона долларов, а закупили товаров на 17,5 миллионов в американской валюте. В целом первый квартал завершили с хорошими показателями, резюмировал глава Северного Казахстана. Короткосрочный показатель 184, республика 105,3. То есть наши темпы развития экономики, они выше среднереспубликанских. Нам нужно, чтобы по каждому направлению, то у нас должны быть показатели как минимум среднереспубликанские, а желательно, чтобы они были выше. Потенциал есть. К примеру, в сельском хозяйстве увеличить доходы до 70 миллиардов тенге можно благодаря диверсификации. Каждый район должен провести анализ, определить сферы, где есть резервы для роста, поручает Кумар Аксакалов. Айртаусский по объему сельского хозяйства снижение Аккаинский и Жамбульский. Вот по итогам первого квартала. Значит, по производству мяса и молока Айртаусский, Валихановский, Жамбульский. По строительным работам ниже областных показателей, это в Ясильском, в Темирязевском, в Габито-Мустрепово и в Валихановском районе. Уважаемые акимы районов, каждая ваша деятельность оценивается через призму выполнения вот этих основных показателей. А также по показателям доходной части бюджета. Здесь тоже недоработки в вопросах поступлений в сборе налогов. Отдельные районы, значит, даже умудрились этот щадящий режим, как мы говорили, так и реалистичный план не выполнить. Наши основные доходы – это уровень заработной платы. По итогам 2017 года, значит, средняя заработная плата по области составила 103 800 тенге. При этом в регионе не успевают осваивать выделенные средства. Исполнение бюджета за три месяца 98,7%. Остались без дела 490 миллионов тенге. По районам отставания у Акаинского, Мамлюцкого и Таиншинского. По ведомствам Управлений сельского хозяйства, строительства, образования. Если причины субъективные, ответственные лица должны понести наказание, говорит глава региона. Далее к вопросу благоустройства. В этом году на то, чтобы привести в порядок населенные пункты, направят 1,2 миллиарда тенге. Кумар Аксакалов предлагает привлекать к работе бизнесменов. Продолжается и большая чистка территории от старых заборов и полуразрушенных зданий. После проведенной инвентаризации таких объектов в прошлом году насчитывалось более 1000-127. Из них порядка 300 было снесено. И на текущий год запланирован снос еще 605 объектов. У 114 объектов есть собственники, но с недвижимостью они ничего не делают. Хотя за игнорирование предписания Акимата предусмотрены штрафы от 5 до 500 месячных расчетных показателей. Максимум это 1 миллион 200 тысяч тенге. Столько лет стоят эти заброшенные здания, ничего не делают, хотят все продать. Там дети бегают. Лица без определенного места жительства облюбовали все эти места, где соответствующее реагирование исполнительной власти. Предупредил, штрафовал и штрафуй постоянно. Признайте аварийным, сносите. Финансовое наказание предусмотрено и для бизнесменов, которые не приводят в порядок фасады зданий от 20 до 300 МРП. Проверять работу будут еженедельно, докладывает Антон Федяев. Бить по карману штрафами нужно и монополистов, которые не восстанавливают асфальт после реконструкции своих сетей. Печально известный пример – дорога по улице Алтенсарина. Я попросил, чтобы дали объяснение этому факту. Средства при проведении этих ремонтных работ у них были запланированы. Это более порядка 50 миллионов тенге. И такая ситуация может повториться. Поэтому здесь я хотел бы, чтобы какие-то определенные меры в отношении предприятий, такие как тепловые сети, были приняты. Работы по Алтенсарина и Петропавловской тепловые сети обещали закончить до 1 мая. Времени мало и привести в порядок дорогу там явно не успеют. Не выполнил в срок. Будь добр, заплати штраф. Почему люди должны страдать? Деньги запланированы. Они в конце концов заложили это все в тарифы. Все свои недоработки они хотят переложить на плечи наших горожан. Такого не должно быть. Еще один случай, требующий разбирательства – разрушившаяся брусчатка по улице Конституции Казахстана. Через 1 мая мы работали. На сегодняшний день сделано обследование. Все их доводы о том, что это действует реагент, мы не приняли. Будут переделывать в весенне-летний период. Сделайте им такую рекламу, этим компаниям, чтобы очень неповадно было. Чтобы никто с ними вообще не связывался. Петропавловск заметно преображается. Сносят гаражи, ларьки убирают заборы. Как станет тепло, приступят к среднему ямочному ремонту дорог и модернизации системы освещения, докладывает Тасмаганбетов. Новые электросберегающие фонари появятся на 9 улицах. Хочу напомнить о том, что не центр будет благоустраиваться, весь город. И на будущий год объем работ по благоустройствам как минимум еще в два раза будет увеличен. Наша задача сделать город красивым, зеленым, благоустроенным, удобным для проживания. Но и районы должны, районные центры тоже приводить в порядок. Убрать мусор, привести в порядок места отдыха и скверы, обновить архитектурные композиции и памятники. Всю работу необходимо провести до праздников. Начало мая будет насыщенным. В День единства народов, День защитника Отечества и День Победы массовые мероприятия организуют в каждом районе. Всего их будет 450. Намечено открытие социальных объектов, экскурсии, конкурсы, встречи и фестивали, показывающие многонациональность нашего региона. А также важно вовлечь в празднование все категории граждан, особенно героев Победы, ветеранов. У нас 113 ветеранов войны. Поэтому, наверное, не все по состоянию здоровья смогут посетить мероприятия, проходящиеся на площадях. Так, поэтому поручаю дойти до каждого и организовать на дому. Честого дня ни один не должен остаться без внимания. Подготовить к маю нужно и дворы. По традиции праздники североказахстанцы будут встречать в кругу соседей и родных. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Петропавловск с новыми дорогами и зелеными газонами. Предприятие «Изумрудный город» разрабатывает план по благоустройству городских улиц. Молодые саженцы появятся на центральных улицах в конце апреля. А вот ремонтом дорог в областном центре займутся летом. Дарья Пышмынцева расскажет, как преобразится Петропавловск в этом году. В североказахстанцы наконец дождались окончания зимы за полгода. Все устали от серости и холода. Зеленые парки и аллеи совсем скоро будут радовать глаз. В рамках благоустройства города планируется высадка деревьев и саженцев в живой изгороди. На месте старых больных деревьев появятся молодые саженцы. 200 человек и 20 единиц техники всю весну будут задействованы на озеленении центральных улиц Петропавловска. Улица Мира, Жамбыла, Брусиловского и Парковая. Будут высаживаться такие виды деревьев, как береза, сосна и ива. И живая изгородь, жимовость и деревень белый. Также в этом году планируется провести средний ремонт дорожного полотна на 10 улицах областного центра. В списке интернациональная Жамбыла, Горького, Мусрепова, Хименко и другие. В ходе проведения работ будет произведено устройство асфальтно-бетонного покрытия на площади 229 тысяч квадратных метров. Также будет произведено устройство тротуарных дорожек площадью 53 тысячи квадратных метров. Будет проведена замена бордюрных камней протяженностью 23 километра. А еще в городе установят 17 новых светофоров с датчиком зеленой волны. Это позволит увеличить пропускную способность и разгрузить центральные улицы. Дарья Пышмынцева, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК. От двух до пяти тысяч человек ежедневно пересекают казахстанско-российскую границу. Чтобы разгрузить поток автомобилистов и ускорить процесс оформления документов, на пропускном пункте Каракога запланировали реконструкцию обездной дороги. На эти цели выделили порядка 711 миллионов тенге. В ходе рабочей поездки в наш регион сенаторы ознакомились с ходом работ. Алина Бржанова расскажет подробнее. Самая протяженная сухопутная граница Казахстана с Россией. Около 1300 километров под охраной пограничников Североказахстанской области. На этом участке безопасность рубежей обеспечивают сотрудники погранзаставы Каракога. Ее построили в 2002 году. Было задержано 3 нарушителя государственной мемницы, 7 нарушителей режима государственной границы и 18 человек нарушителей пограничного режима. Граждане республики Астан имеют право находиться в пограничной зоне с документами, удостоверяющими личность. Граждане иностранного государства имеют право находиться в пограничной зоне с документами, удостоверяющими личность и пропуском, выдаваемым в Министерство мониторного ряда. В 2013-м здесь обновили весь автопарк. Это позволяет пограничникам работать оперативно. Это снегоход «Тайга-Варяг». Применяется в охране государственной границы при несении службы пограничных нарядов в зимнее время. Тактика технических характеристик. Развивает скорость до 90 км в час. Грузоподъемность вместимость 2 человека. Сенаторы ознакомились с материально-техническим оснащением заставы, и оружейными складами. Интересовала их и обеспеченность кадрами. Службы здесь несут больше 30 человек. Средняя заработная плата – порядка 100 тысяч деньги. Но дефицит кадров все-таки есть. Укомплектованность кадров 90%. Все они служащие по контракту. Тяжелое вооружение не держим, так как по соседству живут гражданские люди. Есть возможность построить казарму. Тогда мы сможем привлекать и солдат срочной службы. Но для этого нужно развивать здесь инфраструктуру. Не хватает специалистов и на пограничном пункте пропуска. Ежедневно здесь в обе стороны направляются от 2 до 5 тысяч человек. Это около полутора тысяч автомобилей. По выходным и летом нагрузка увеличивается в разы. Чтобы ускорить процесс оформления документов, на пункте запланировали реконструкцию автомагистрали. На это выделили 711 миллионов тенге. 189 миллионов в прошлом году освоено. Это вот касательно этого пункта пропуска. До конца второго квартала текущего года работы будут завершены. Основные виды работы – это увеличение числа полос до 8, инженерной коммуникации и устройства освещения. Каждая полоса будет предназначена для определенного вида транспорта. Это ускорит прохождение таможенного контроля. Работают в пропускном пункте и на цифровизации процесса. В прошлом году установили комплекс радиационного контроля. Он помогает вычислить радиоактивные и ядерные вещества даже в малых количествах. Есть жители в населенных пунктах на границе с той и с этой стороны. И вы наверняка знаете уже список этих людей, которые часто пересекают границу. Там же родственники, на могилы ездят и так далее. Но для них много-то автомат. У нас таможенный, когда-то было, таможенный, делили таможенный, не таможенный. В связи с тем, что у нас уже здесь нету. Единственное, когда узбеки приходят, мы их углубленно проверяем. С тех остальных, в ускорном варианте это проводится. Работы по реконструкции пропускного пункта планируют завершить уже этой осенью. Общая протяженность ответвления – порядка 900 метров. Алина Боржанова, Желудызбек, Ермуканов. Новости МТРК. Открытое на болевшем. С 11 по 27 апреля во всех участковых пунктах полиции Петропавловска проходят отчетные встречи перед населением. Они помогают горожанам решать их проблемы, а также напоминают о профилактике правонарушений. Свою кампанию стражи порядка начали с рабочего поселка. В этом году здесь выявили больше 70 нарушений правил благоустройства. К административной ответственности привлекли свыше 400 человек. Разбросанные бутылки и мусор, неправильно припаркованные авто. Жители многоэтажек стали все чаще обращаться с этими вопросами к стражам порядка. Правила содержания собак, в соответствии с которыми принимаются меры административного воздействия, то есть привлекаются граждане по ст. 408 Административного кодекса, а также по фактам нарушения правил благоустройства населенных пунктов, по очистке территорий, также по недопущению мойки автотранспорта на территории жилых участков. Вода прибывает. На Сергеевском водохранилище перелив уже обошел отметку 160 сантиметров. За сутки гребень поднялся на 10 сантиметров. Напомню, вода на гидроузле превысила уровень в субботу 14 апреля. До Петропавловска эта волна дойдет на следующей неделе, 24-26 апреля. Но уже сейчас уровень воды на реке Исиль поднялся на 2 метра 69 сантиметров. А объем на Петропавловской плотине увеличился с 19 миллионов кубометров до 23. По прогнозам, пик половодия в областном центре будет с 29 апреля по 2 мая. А в ближайшие дни ожидается подтопление моста на реке Исиль у села Новонекольского. В Козылжарском районе наивысшие отметки за всю историю наблюдений уровень достигал год назад. На Сергеевском водохранилище перерыв был 3 метра 38 сантиметров. А река Исиль тогда поднялась почти на 12 метров. И к другим темам. Лето без комаров и клещей. В начале апреля в Петропавловске начали обработку парков и скверов от кровососущих насекомых. До сентября планируют охватить 746 гектаров земли. Пока прошли десятую часть этой территории. Илья Кудряков расскажет подробнее. Несмотря на то, что на улице минусовая температура, специальные службы начали обработку территорий от личинок, комаров и клещей. Обычно ее начинают делать 1 апреля. В этом году и за поздней весны к работам приступили на 10 дней позже. Благодаря такому прибору могут быстро и качественно опрыскать большую площадь. Один бак вмещает 12 литров раствора. Этого хватает на 10 соток. Уже обработали Центральный парк, Парк Победы, рабочие и заречные поселки, районы Подгоры и Кожзавода. Всего 80 гектаров земли. Сегодня приступили к дезинфекции 19 и 20 микрорайонов. Продолжат в сторону поселка Солнечный. Такая обработка дает хороший результат, говорят специалисты. Первый эффект от такой обработки петропавловцы почувствуют в мае, когда установится теплая погода. Это время пробуждения клещей и появления первых комаров. Если поводок в этом году будет небольшим, то и популяция двукрылых кровососущих насекомых сильно не распространится. Травили комаров по всему городу. Ну, вообще-то было заметно, что их стало гораздо меньше. В прошлом году было заметно, после того, как травили, да, было хорошо, комфортно гулять. В прошлом году было много комаров. В этом году, думаю, если травить будут, помечи комаров будет. Это для детей будет плюсом, как бы для отдыхающих в парке тоже будет плюсом. На участках работают четыре специалиста. Всего планируют обработать 746 гектаров земли. Для этого из городского бюджета выделили 4,5 миллиона тенге. Это на 3 миллиона меньше, чем в прошлом году. Работы будут продолжаться до конца лета. Илья Кудряков, Адиль Нуржанов, Новости МТРК. Мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Каждый день мы вынуждены приостанавливать свою работу. Какой бы она интересной или важной ни была. Чтобы отдохнуть и восстановить силы. Но проекты особой важности нельзя остановить. Казградстрой. Особая работа. Особый подход. Приемы детского и взрослого невропатолога. При необходимости оформление листа временной нетрудоспособности. Центр семейной медицины «Панацея». Телефон 501-505. Новости МТРК. 9 мая в Казахстане отметят 73-ю годовщину Великой Победы. В эти дни в нашей стране традиционно поздравляют ветеранов войны. Отдают им дань уважения и признательности. Как будут чествовать военные поколения в Североказахстанской области, узнаете из следующего сюжета. До 73-й годовщины Великой Победы осталось три недели. Цветы, подарки и слова благодарности без внимания не оставят никого. Школьники разучивают военные песни и стихи. Трудовые коллективы готовятся ко встрече почетных гостей. Принимать поздравления фронтовики и труженики тыла будут все майские дни. А накануне Дня Победы участники войны получат денежную премию от государства. У нас предусмотрены единовременные выплаты для участников и инвалидов Великой Отечественной войны в размере 100 МРП. Каждому будет перечислено по 240 тысяч тенге. Лицам, приравненным по льготам, предусмотрены выплаты по 5 МРП. Полностью на эти выплаты у нас в бюджете предусмотрена сумма 32,8 миллионов тенге. Кстати, по размерам соцвыплат в честь Дня Победы Северный регион в числе самых щедрых. Это, конечно, не полмиллиона, которые дарят ветеранам в Восточном Казахстане, но больше, чем в остальных областях, почти на 100 тысяч. Раньше помощь составляла 50 МРП. В прошлом году ее увеличили вдвое. Внести свою лепту в организацию праздника может каждый североказахстанец. 21 апреля в области состоится благотворительный субботник. Все заработанные средства направят на честование ветеранов. Многие уже остались одинокими, остаются под присмотрами или же престарелых детей или даже внуков. И поэтому с учетом этого стараются наши ветеранские органы учитывать это. И уже под это едут и привозят, может, теплые вещи, шарфы, пледы, но продуктовые наборы обязательно. В 2017 году в Северном Казахстане День Победы отмечали 159 ветеранов Великой Отечественной войны. С каждым годом от нас уходят десятки свидетелей тех кровавых событий. Многим из них уже далеко за 90. Только за 10 дней апреля ушли из жизни пять участников войны. Сейчас в Петропавловске 73. Тружеников тыла в Северном Казахстане около 9 тысяч. Традиционно в честь праздника их поздравляют, дарят цветы и подарки. Женслут Астемирова, Адиль Нуржанов, Михаил Казначиев. Новости МТРК. Выращивать новые культуры и получать еще больше урожая. Помочь в этом нашим аграриям решили исследователи из Поднебесной. С 3 по 11 апреля делегация местных ученых побывала в Северо-Западном техническом университете по сельскому и лесному хозяйству города Янлин. О чем удалось договориться с китайскими партнерами, журналистам рассказали на брифинге в службе центральных коммуникаций. В мае в Петропавловск приедут китайские ученые. Планируют заключить договор и создать на базе Североказахстанского государственного университета агротехнопарк. На наших землях сельхозисследователи будут испытывать новые сорта. Посеют 13 видов перспективных и дорогостоящих культур. В сентябре подведут итоги, посмотрят, как растения адаптировались и какой получился урожай. Также достигнута договоренность, что совместно с этим университетом мы будем осуществлять программу по двудипломному образованию магистратуры. По принципу 1 плюс 1, то есть один год мы обучаемся у себя в родном УЗИ, второй год мы обучаемся в китайском университете. Условия достаточно хорошие, то есть они предоставляют нам бесплатное проживание, обучение. И обучение, соответственно, в Китае у нас включает стипендию. Наши специалисты смогут проходить стажировку в исследовательских лабораториях города Янлин. Практиковаться будут магистранты и преподаватели нашего ВУЗа. Уже в августе первые 6 человек отправятся в Китай на 3 года. Особую пор будут делать на внедрение в агросферу IT-технологий. Но учиться можно будет и на месте. Скоро в области на заводе Тайншамай откроют центр распространения передовых знаний. В сентябре планируют подписать договор о его создании. К слову, не только фермеров будут помогать обучать китайцы, но и языковедов. В 2018-2019 году планируется отправка двух человек. То есть, как правило, студенты либо магистраты нашей специальности, кандидатская филология, для прохождения программы академической мобильности. В свою очередь, университет Минзу также нацелим на отправку и обмен этих студентами. Те же условия. То есть, мы обучаемся там бесплатно. Жилье, проживание нам дают безвозмездно. Университет Минзу – это учреждение национального уровня находится в Пекине. Он в топе лучших образовательных заведений Китая. Уже 65 лет там работает факультет казахского языка и литературы. Сейчас готовят почти 190 студентов-языковедов, 20 магистрантов и 9 докторов. Кстати, СКГУ сотрудничает с 40 зарубежными вузами. Александра Солмина, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Танцуют, не слыша музыки, поют с помощью жестов. В Петропавловске состоялся областной отбор на 13-й этап республиканского фестиваля «Жулдазай». Свои спортивные способности и творчество демонстрировали особенные дети. Попытать удачу в конкурсе решили больше 200 североказахстанцев. В областном дворце школьников состязались в шести номинациях. Рисовали, мастерили подделки, играли на музыкальных инструментах. Эти маленькие участницы из школы-интерната для детей с нарушением слуха. Мелодия у них внутри. С ней девочки на сцене создали шедевр. Оживили белое полотно и познакомили зрителей с изящным лебедем. Выступать конкурсантам сегодня волнительно, ведь оценивает их столичное жюри. Самых лучших 1 июня пригласят в Астану на гала-концерт. Для многих это возможность исполнить свою давнюю мечту и хотя бы на минуту стать настоящим артистом. Я сегодня пел патриотическую песню «Батролару Рана». У меня большая мечта, и я хочу поехать в Астану на гала-концерт. Люблю творческую туре-гали. Я люблю песню «Мамочка» «Ты лучшая на свете». Она мне очень нравится, она красивая песня. Мы сегодня эту песню вспомнили хорошо. Мне очень понравилось на этой сцене. На сегодня у нас все. Всего доброго. Ждите новостей. Прогноз погоды на четверг, 19 апреля. Ясный ветер юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 7, днем плюс 6. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова